Ребята из театрального коллектива совхозного дома культуры в художественной постановке рассказывали собравшимся жителям о войне, в которой погибло и пропало без вести около 30 миллионов человек. Если по каждому погибшему из 27 миллионов в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать 43 года. Четыре страшных года длилась Великая Отечественная война. На полях сражений гибли солдаты, умирали от ран. Страдали мирные жители, но страшнее всего было детям. Не забыть, как мать Вели, я слышал крик её вдали. Братишка был ещё живой, он бился, звал отца. Штыком фашистский часовой столкнул его с кольца. Со слезами на глазах смотрели люди старшего поколения на выступления ребят. И вспоминали своё детство, ведь им, как и сегодняшним юным артистам, было 12, 10, 8 и меньше лет. Всё поломали, не верилось, что это всё начинается. Всех хочу вспомнить. У меня дядька погиб. Папа на войне был, умер уже после, правда, дома, но тоже на войне был. Папа пришёл с большим осколком, таких скулок, папа. Пришёл наш папа, а один осколок у него ходил по ребрам и принёс. Вот я вам подарок принёс с войны. Погибших было много очень. И подрывались на мины были, которые уже ещё пацанами были, как я. Вот брат у меня погиб, тоже с 29-го года на мины подорвались. Минуты молчания почтили собравшиеся всех тех, кто не вернулся с полей сражений, умер от ран, был убит на оккупированных территориях. Затем и взрослые и дети, пожилые, которыми передвигаться-то тяжело, возложили цветы и зажгли свечи памяти к подножию своего обелиска, на котором высечены имена погибших. Этот памятник посельчанам очень дорог. Более 300 жителей совхоза погибли на дорогах войны. Во всём мире памятники героям Великой Отечественной войны оскорняются, сносятся как ненужные, переписывается история. Но мы должны сделать всё, чтобы эта история осталась. Зажжённые свечи памяти жителями посёлка, как символ частички веры того, что мы помним и благодарим за мир, отвоёванный такой высокой ценой. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышёва, Видное ТВ.